здравствуйте друзья у нас очередной вопрос по вопросам иммиграции по тематике иммиграции давай света добрый день михаил меня зовут лола я из казахстана хочется спросить совет у бывалого человека как вы мне 28 лет есть сын ему почти три года работаю тренером по визажу фрилансер есть и индивидуальные предприятия английский выше среднего 4 года проработал в нефтяной компании дело производства был на английском как и общение с начальством после выхода в декрет решила уволиться и заняться чем-то для души за несколько лет набралась опыта и стала преподавать по всему казахстану я сама учка суть в том что в результате ужасной девальвации все мои накопления превратились копейки собирала в тенге на квартиру с нынешними ценами на продукцию а я работаю только на американских марках и кризисом стране переживаю за будущее своего и своего ребенка если возможность в моем положении с ребенком подобной профессии устроить свою жизнь с сша вариант green card надеюсь что сработает ближайшие годы но возможно что и нет если какие-то способы попасть легально в сша рабочая виза либо что-то в этом роде не при этом на руках ребенка хотелось бы узнать реальные шансы чтобы двигаться дальше с нынешним положением дел в экономике нашей страны руки совсем опустились не раз слышала что в америке главное много работать и не лениться этого я не боюсь просто этого мало для жизни в нашей стране заранее благодарю ну давайте так свет я начну ты может быть добавить по ходу к разговорам значит первое я немножко напрягаюсь когда слышу разговор вы знаете у нас курс валюты изменился я чувствую что надо ехать в эти мигрировать все таки все таки иммиграция такое долгосрочное долгоиграющее предприятие раз она очень кардинально меняет жизнь человека 2 вот вариации там валют да туда сюда это как бы ну такое сиюминутное там или еще какой вот поэтому когда для сиюминутного или такого краткосрочного чего-то ищут вот такое долгосрочное фундаментальное решение я немножко боюсь как бы это не кончилось разочарованием это первое с другой стороны под конец письма я увидел какую-то более солидную такую нотку когда человек говорит что там руки опускаются что в нашей стране там проблемы с этим с тем там это то есть как бы от проблемы того что вот все сейчас упал курс тенге к тому что вообще страна такая что вот скажем можно много работать но все равно быть бедным это уже совсем другое дело это это уже действительно то что решается иммиграцией и данном случае американская вполне решается теперь мое такое как бы дедовская такое понимание жизни такое что ей бы конечно лола зовут да лоли наверное правильно было бы как-то еще личную жизнь устроить это на молоденькая совсем может быть у нее еще детки будут и я бы сказал что может быть вопросы семейного строительства должны были бы быть на первом плане то скажем иммиграции уже подчиненные но это не обязательно так бывают люди которые после первого брака я завидаю я вижу много таких девчонок которые самостоятельные после первого брака нет все я там не хотят так тоже бывает конечно тогда тогда иммиграция может выйти на первый план да я скажу два слова поскольку ты дотронул вопрос построения семьи я бы сказала такую вещь что поскольку молодая женщина и с ребенком то для нее очень реально может быть вопросы миграции через брак конечно у нас на канале была женщина по имени и в это и можно поискать эти видео она свое время говорила очень долго очень обстоятельно как найти кавалера жениха и выйти замуж в америке на эту тему очень много есть форум евро я думаю что если вы человек такой дотошный и пользуетесь интернетом и все такое прочее то сегодня очень хороший спрос на женщин с детьми здесь в америке то есть ребенка ребенок не помеха и за ним не минус совершенно при наоборот плюс потому что взрослые мужчины хочется деточку родные дети уже есть то ли вообще никогда не будут они хотят не хотят унести счастье в чью-то жизнь так что это отнюдь не минусы я думаю что именно вашем случае это как то есть мы мы говорим на самом деле о том чтобы совместить иммиграционный момент например с тем чтобы построить семью делали что у вас есть разговорный язык нормальный то есть вы сможете общаться как-то да это не то что он через переводчика нужна то есть может быть это было бы вообще идеальным таким ходом вот дальше у нас очень много вопросов вы не знаете как много у нас вопросов типа вот моя ситуация вот там допустим уж и ребенок профессия образования денег нет туда-сюда и вот как мне попасть в соединенные штаты как мне иммигрировать и так далее к сожалению там на все эти вопросы ну хорошо если есть там пяток максимум десяток разных вариаций в ответах поэтому значит здесь вот как бы что-то мы уже сказали а дальше надо сказать что все-таки надо понимать что страна защищается она ставит барьер для того чтобы человек который решил поехать в сша и там пожить не мог этого сделать туристом пожалуйста приезжай потратил бабки лежать домой но приехал получил решение на работу номер социального страхования подключился ко всем социальным программам и так далее вот этого они не хотят за исключением вот некоторых случаев как бы ситуаций которые разрешаются такие как брак такие как по рабочие визитов с последующим там из грин карты то есть профессиональная миграция что там еще есть этом но есть еще кое-что да там по бизнесу одаренные люди с экстраординарными способностями и так далее есть какие-то категории там по которым можно поэтому вопрос только в том подходит ли лола под какую-то из этих категорий по которой можно по которым есть исключения нет не подходит ничего такого там для нее нет можно сказать но лола может приехать например и обратиться там за политическим убежищем это можно это 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 как бы всем можно но вопрос в том что у нее ребенок на руках маленький ребенок она должна приехать она должна работать денег на то чтобы ребенка в садик там сдать у нее пока нет и там скажем может быть какое-то время не будет поэтому если бы она сама по себе было это было бы намного намного проще есть но я знаю случаи когда мамы молодые оставляют деточку там с бабушкой но света я просто рассказываю что это бывает ужасно ужасность имеет индивидуальный характер до отношения то есть кто-то к этому относится с ужасом кто-то к этому относится нормально не чужим людям оставил бабушки оставил ничего страшного по-разному люди смотрят но просто я к чему говорю ну конечно господи оторвать маленькую лялю от мамы ну что ж такое тем более папы там вообще непонятно ничего не сказано про папу вот поэтому но есть люди которые на это тоже идут это зависит от обстоятельств от отягчающих обстоятельств когда человек готов может быть на какие-то большие подвиги и лишения чем вот в обычной ситуации в нормальной когда все хорошо и так далее поэтому конечно вот такая ситуация она она не то что безнадежная вот но но она непростая она непростая и я думаю что самое правильное что лола должна была бы сделать она должна была бы заняться вот может быть поиском семьи за до новой семьи вот так с иммиграционным таким вектором и я я думаю что будет много-много возможности на выбор и я когда с девочками разговариваю которые вот так приехали они начинают рассказывать как вот этот был такой был еще какой-то был они там то есть у них масса предложений было и в общем-то это не так сложно я я не очень точно понимаю что такое визажу визажист она обучают визажу я не знаю что это такое у нас такого названия нет но у нас есть и косметологи на которые занимаются уходом за лицом и эта профессия это бизнес единственное что это лицензируемый бизнес для того чтобы открыть свое учреждение нужно получить лицензию для этого нужно пройти какое-то количество учебных часов это все несложно в специальном колледже и так далее и так далее если вы обучались где-то там у себя в казахстане у вас должен быть документы какие-то и которые вам частично могут эти курсы перезачесть является ли это специальность по которой можно ячеванки получил нет но работать по ней можно и все зависит от того как быстро вы сумеете обзавестись встать на ноги я так понимаю что визажист это который не просто вот так подкрасил подмазала как какой-то элемент элемент художественности должен создать стрижка сюда включена то есть это такой термин который у нас не существует как-то вот для нас для нас со света и он как-то у нас этого термина нет поэтому мы не очень понимаем что то точного определения мы не знаем это не донесать поэтому вот я бы я бы сказал так что путь лолы скорее всего лежит через замужество и это может быть самое простое что она могла бы сделать а дальше все дороги перед ней открыты хочешь заниматься там визажистом быть будь визажистом хочешь там косметологом пусть косметологом хочешь я извиняюсь выражение software тестировать тестируй software вот как бы все дороги просто выбор профессии сейчас в америке будущее ли там бизнес и так далее настолько далеко все это понимаешь и настолько это неважно по сравнению с тем как она легализуется что я бы за вопрос и пределы вопроса легализации не уходил бы сейчас вот сосредоточиться бы только на этом вот мы пожелаем лоле успеха правда не вот я 28 лет молодец и ляречка у нее есть и профессии есть и она делает работает с удовольствием значит это большое дело делать . что ты делаешь с удовольствием и как бы о жизни задумывается и все такое я я очень надеюсь что они все будет здорово счастливы ребят